на каком языке вы говорите на русском естественно почему у вас американский флаг у вас израильский не знаю может я не знаю кто здесь в принципе да может быть в америке находится ну да каком штате иллинойс нет этом небо а вы откуда перебежали в израиль среди среди то почему почему ну ну то было ряд причин ну я бы не сказал бы что это был перебежали потому что в принципе никто никого не перебегал просто конце 80-х годов когда латвия отсоединилась советского союза очень плохое нехорошее время можете сделать беззвучно или как-то латвия было не очень хорошее время на самом деле как раз переворот 80 год отмена латвия выходила от советского союза танки в городе и так далее было очень плохое настроение вообще плохое состояние самого города самой страны непонятно непонятное будущее скажем так в принципе было никакого будущего все шло к тому что будущего не не будет но в принципе если на сегодняшний день это рассматривал так принципе оно и случилось потому что ну вот я вошла в евросоюз начались новые гастарбайтеры для евросоюза латвии литва и литва и эстония все ушли собирать картошку и клубнику во всей европе вот поэтому в моем случае я был совсем пацаном мне было 17 лет а я закончил школу закончил учагу училище я подумал всю жизнь хотел уехать жить в америку потому что мои родственники живут 76 года все в америке я там мечтал у меня еще было кличка такая марик американец вот потому что мам тетка моя присылала мне шмотки постоянно американские ну для тогда это было что-то вот и поэтому была возможность как бы быстро свалить вот как-то так быстро и свалил а еще к тому же еще к тому же за мной уже пришли советские власти они еще ходили там и хотели забрать меня в армию советскую вот и вот им и меня очень сильно повезло на самом деле потому что у меня уже было гражданство как бы уже был вот визу вот въезд в израиль за на руках и когда за мной пришли уже постучали в двери там зашли два таких дяди но я как бы сам не маленький за мной зашли метр девяносто пять такие два и сказали ну вот пришло время я грудь не извините я грудь не гражданин больше советского союза так что оставьте меня в покое и они действительно посмотрели эту бумагу и действительно сейчас они не сделали как все и свободен ну то есть не было ряд причин по истечении обстоятельств я думаю наверное все таки за правильный выбор я не видел там никакого будущего его наверное не существует до сегодняшнего дня как вы себе будущее представляли на тот момент не было никакой перспективы на тот момент очень сложно потому что вы жили в советском союзе и когда у тебя вот идет смута и непонятки и работы толком нету и ты зарабатывать нормально не можешь и нету вот этого свободы свободы знаешь как сказать тебе слово да ни слова а наверное а вот свободы и вот в плане понимания пацана которому 17 18 лет который хочет всего и сразу да и ходить в модных вещах и когда у тебя этого ничего нету не машин ничего нету нищета кругом таганская и вот эти вот все кооперативы и так далее ну как бы все не то и и хотелось ну в моем понимании да я же не говорю про всех хотелось что-то такого знаешь вот хотелось всего это того чего не было того чего мы были лишены а у меня на самом деле кроме моей тетки которая жила уже в америке до 76 года я еще был в таком пионерском лагере назывался гагарина пионерский лагин это типа артека либо только в юрмале вот и мы как все пионеры всегда встречали все заграничных гостей туристов да 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 приезжали они с германии с финляндии с японии много очень и мы должны были петь песни на я помню даже песня была наш звался пусть пусть будет всегда мир что такое там солнце там не помню должны были петь на на трех языках чтоб всем было понятно и мы всегда я и мое я то что я помню мы бежали в пионерские ларьки покупали пионерские значки галстуки и все трибутику пионеров как ранец как говорила и когда они приезжали на автобусе мы как по прошайке бежали им давали им это они нам давали жвачки а это было что-то с чем-то моей сестре допустим двоюродные повезло больше потому что она же поехала по обмену пионерами финляндию и жила в одной финской семье вот недели две что такое было при советского времени это было очень что так очень круто ну всем нам хотелось того чего у нас не было поэтому как-то пишу переехал в израиль вы все это получили ну дело в том что когда переехал в израиль я очень сильно мне и я очень сильно первое время очень сильно пожалел а потому что свободы как бы наверное да но опять же было все новое все в новинку все не так и все не то не к тому чему я привык если я была бешабашным пацаном который шлялся по дискотекам баром и так далее то тут я приехал в типа колхоза кибуз называется и там надо было работать начиная работать там в 4 утра собирать финики на плантациях и бананы шастать и я понимал вообще ну где я и где это все личный мальчик который ходил шелковых костюмах дискотеки бары там максимум оксана подраться а тут надо в 4 утра проснулся в 3 30 меня выносили с кроватью выбрасывали на мокрую траву потому что пока типа ну работай пока солнце не вне не встала потому что потом 50 градусов и жара просто сумасшедшая поэтому работают обычно в кибуцер то до 11 до 12 максимум это не все особенно плантациях обычно работают до 11 часов 10 30 11 уже все закругляется потому что работать невозможно там вот как раз там где иорданская долина туда там вот там где выращивают финики бананы и так далее вот и конечно пацан как это говорили по-русски царя волоха то есть да полностью да не и и вдруг где работай какой работы бы чего где я где работа я я помню я заканчивал спту номер 69 я учился на строгальщик инструментальщик завод я приносил своему мастеру бутылку водки но он за меня делал всю работу и молился на меня а я вообще красава красава красота неземная просто он делал такие дипломные работы мне маленький коррупционер ты принес я грида принес значит работа будет я уходил как-то так и и потом ну жизнь другая было все по другому а потом это все меня привело к тому к чему привело ну как бы знаешь еще называется по-русски не мытьем так а ты не вот вот я последний раз вот был в америке два года тому назад я ездил в техас сказать что мне она понравилась так нет нет а все нужно получать вовремя вот должно быть все вовремя вот когда ты приезжаешь в одном возрасте тебе хотелось от этого и ты чего-то ожидаешь и к ты уже приезжаешь взрослый ты уже побывал большей части мира ты уже все видел я не получил того чего хотел может быть я попал потому что в техас а техас все-таки это такой типа нашей пром промышленной зоны весь город весь хилстон хилстон например ну или далась неважно они один идентичные в принципе не то это все не того чего конечно может быть и себя поехал бы в майами но немножко было бы по-другому вот так что вот как то так что вам еще рассказать интересно не знаю полностью адаптировалась под израильский вайп да абсолютно ну во первых я скажем так я не знаю в отличие от многих граждан иммигрантов хотя здесь не называют иммигрантами здесь называют новый прибывший уле хадаш на иврите это называется уле хадаш знаешь вот когда римляне заходили на боем кричали оле 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 как раз оттуда воли новый прибывший здесь не называют иммигрантами как естественно потому что я послужил здесь три с года в армии и армия меня как и везде сделала человеком мы промыли вас полностью абсолютно абсолютно нет плюс я еще моя первая жена была израильтянка так тем более то есть язык я конечно знаю очень хорошо на все 100 баллов русские тоже не забыл слава богу английский с горем пополам так что все нормально у меня трое детей кстати один живет в америке старший сын живет в америке уехал вот два года тому назад вот армия надеюсь тоже свалит отсюда а почему почему если вы сами как бы до адаптировались и вам нравится вы говорите что во многих странах вы бывали я адаптировался я я понимаю вопрос я адаптировался но это не говорит о том что мне нравится понял ну то есть я детям желаете лучшего да я думаю что вы мудрый мудрецов как бы до слушаете наверное которые я не слушаю никого нет я никогда я честно вам сказать могу сказать что последние наверно лет 15 я перестал вообще кого-то слушать я пользуюсь только своими мозгами и думаю что все хорошо как бы у меня все нормально получается потому что как бы голова есть и и мозги тоже никогда не приз я могу послушать чье-то другое мнение но я все равно поступлю так как я считаю нужны а вы сами по себе радикальный человек или вы более гибкие отчасти радикальные части гибкий я я должен я должен дойти своей головой понять насколько мне это это мне это как бы подходит а в каких моментах вы радикально вот конкретно вот из из того чтобы не отступать я радикален своих решениях то есть если я приму уже решение мне очень трудно переубедить очень сложно переубедить потому что это решение уже будет принято до того как она будет принято конечно я могу обязательно прислушаться послушать но приду все равно свое решение а вы через какие критерии пускаете свое решение вот авторитеты которые могут повлиять на ваше мнение или решение это вот религия или там род какие-нибудь люди которые для вас являются авторитетами или на что вы опираетесь на исторические факты исторически большая часть мы и смотря что мы берем о чем мы дискутируем но в принципе в основном сейчас все только дискутируют по поводу разных войн и так далее и тому подобное да и разных политиков но все что я например лично я опираюсь на исторические факты ну как бы история она такая вещь и она повторяется может быть если не полностью но большая часть ее и если посмотреть назад мы все это уже проходили мы все это видели так или иначе любой интерпретации согласен ну хорошо что я еще могу спросить я вижу что вы в принципе как бы да в душе очень хороший человек не буду сейчас спрашивать ваших политических взглядов и как вы относитесь к тому что происходит мире но я уверен что вы все-таки тот человек который анализирует и понимает на очень многое поэтому абсолютно адекватный человек абсолютно понимаю абсолютно вижу то что происходит а сказать вам по поводу америки допустим да вот я я сегодня услышал по радио что в израильском радио сказали что когда трамп придет власти он а первым делом займется выкинет всех гастарбайтеров всех нелегалов это то что он хочет сделать до сегодняшнего дня я как бы очень хотел чтобы он пришел к власти я всегда говорил что трап и ты первый раз хотя все я помню куда его он я говорил со своим двоюродным братом он живет он всю жизнь он врач хьюстоне а он тогда смеялся он говорит кто такой трамп это клоун и так далее а я говорю наоборот нет вот нужен такой человек а сейчас естественно мой брат он тоже за трампа а сегодня то что я услышал это не очень хорошо потому что мой сын там нелегально а все нелегалы против трампа сейчас не ну трамп конечно сейчас начинает выкидывать всякие значит чудные вещи у меня такое ощущение что он сдает специально позицию чтобы наверно победила к мало он он очень много всяких косяков сейчас но у него такие эти какие-то бзыки пошли ну что-то странно как бы да вообще ну вроде у него рейтинг был на такой ну очень хороший а сейчас не знаю я даже не знаю что будет лучше для америки какой-то какой-то момент когда трамп выстрелили так далее я понял что его рейтинг вообще он то есть все он президент свой это недосягаемый человек абсолютно но сейчас вот я смотрю что все происходит тенденция такая я не знаю камила ну конечно она 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 не за нас конечно ничего хорошего нету для нас она очень плохой человек не ну знаете в америке кто бы не пришел к власти он не может быть не за вас но эта система так устроена понимаете я понимаю но когда был и когда обама пришел он тоже был якобы был бы за нас ничего хорошего нам не сделал не ну понимаете там же уже определяют повестку как бы до политики за десятилетий вперед поэтому приводят тех президентов которые которые будет исполнять эти значит до поставленной задачи а потом на него должны будут значит навесить все значит вот эти вот ярлыки вот если нужно там например привести кровожадную политику внешнюю да там начать какие-нибудь там значит этот то приводит а как как этот как обычно каких-нибудь таких значит президентов которые характерны до их черты то есть до решения а потом ну сливают и говорят что вот да был такой значит вот такой то президент который значит там пробирками могли махать вон там вторгнуться в какое-то государство потом сказать всего этого оказывается не было извините но эта эпоха пройдена во всем виноват буш как бы вот потом обама во всем виноват обама понимаете сейчас сейчас уйдет байден на придет трамп или камала там да и потом скажет это был байден и во всем виноват байден на все все что происходит значит а мы наследие байдена чистим как бы да 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 поэтому это нормально для американской политики, знаете, ну, привести какого-нибудь президента, а потом на него все, значит, это повесить. Это вообще интересная тема, на самом деле. Ну, вот по поводу вот этой вот программы, на которой мы сейчас общаемся, разговариваем, я, честно вам сказать, ну, до вот этой программы, вот как она называется, вот этот вот... Рулет ТВ. Да-да-да, Рулет ТВ, я очень удивился, на самом деле. Мне как бы что здесь большинство, скажем так, большая часть российских граждан, они жуткие антисемиты. Это вообще причем жутчайшие. Вы не поверите, но не только россияне во всем мире сейчас прогрессирует антисемитские настроения, потому что, понимаете, так же, как и американская политика, да, которая исходит от своих интересов, так же и израильская политика. Понимаете, одно дело, когда ты говоришь о евреях, да, а другое дело, когда ты говоришь о государстве Израиль. Это светское государство, которое, ну, где проживают не только евреи, ну, и арабы, в том числе, и армия, где служат не только евреи, да, мало кто знает, что в рядах цахал служат такие же мусульмане-арабы, да, и мало об этом говорят, но, понимаете, принимаемые решения израильского государства, она напрямую зависит от Британии и Америки, поэтому все взаимосвязано, поэтому, понимаете, все, что происходит, вот, да, и то, что мир какой-то части стал смело высказываться о том, что израильское государство, значит, ведет себя не так, как принято в 21 веке, да, не очень гуманно, и оно и порождает вот этот вот антисемитизм в виде того, что, значит, израильское государство, надеясь на американцев и британцев, очень-очень сильно себя вальяжно ведет по отношению к соседям. Дело в том, ну, я понимаю, о чем вы говорите, вы очень так мягко об этом сказали, на самом деле, вальяжно, я бы сказал бы, я бы выразился бы немного по-другому, то есть, они просто перестали прислушиваться ко всем остальным, и, скажем так, пришло время, как бы, да, есть время собирать камни, и приходит время и разбрасывать. Как-то так, наверное. Не, ну, понимаете, смотрите, одно дело, когда проводишь спецоперацию по выявлению каких-то там ячеек, террористов и по их ликвидации, другое дело, когда ты начинаешь ковровыми бомбардировками оправдывать, значит, то, что ты там ищешь каких-то террористов и хочешь спасти своих заложников. Когда спасают заложников, не бомбят. Если ты бомбишь, ты тогда точно понимаешь, что там нет твоих граждан, значит, да, и от того, что твоя бомба упадет на жилой квартал, не пострадает ни один твой гражданин. То есть, понимаете, вот когда ликвидировали Бен Ладена, когда ликвидировали Бен Ладена, сделали все по красоте, то есть страна Пакистан, где проживал Бен Ладен, ни одна бомба, авиабомба не упала на это государство, понимая, что это ядерное государство, да, никто не вторгался, значит, не бомбил, а просто зашел спецназ, аккуратно, даже соседи не поняли, что была какая-то спецоперация, то есть, когда надо, могут, да, спецслужбы выявлять, ликвидировать, а вот когда не надо, 20 лет можно ровнять Афганистан под предлогом, что там Бен Ладен, понимаете, Афганистан, который не способен себя защищать, точно так же я имею ввиду, когда одно дело, когда два государства выясняют отношения, да, и эти государства равны в своих силах, а другое, когда одно сильное государство начинает утюжить, значит, слабое государство, которое не способно себя защищать, это то же самое, когда мужчина избивает женщину, да, и ты видишь со стороны, ты вмешаться не можешь, потому что это чужая юрисдикция. Я понимаю, о чем вы говорите, у меня к вам один вопрос, у меня единственный, один только вопрос, вот на сегодняшний день, представьте, да, штат Техас, ну, достаточно большой штат, да, допустим, там, город Хьюстон, один из, я не знаю, 2-3 миллиона населения, есть, не знаю, сколько там миллионов, представляете, да, вот, мексиканцы, мекси, заходят туда, в Техас, заходят в Хьюстон, да, берут заложники, тысячу человек, убивают еще две тысячи человек, каким бы образом и как бы отнеслась бы, и что бы сделала бы Америка? Я же вам говорю, что, если брать по тому, как преподает в военных школах или в спецслужбах, я вам объясняю, Мексику они бы не бомбили, ну, из-за того, что какие-то мексиканцы, нет, нет, есть, смотрите, смотрите, если, вы помните резню, которую почему-то, я же говорю, давайте опираться на исторические факты, я вам покажу, например, рядом с Лакхарт, есть такой городок, рядом с Остеном, я не помню, как он называется, очень красивый город, там была очень сильная резня, там мексиканцев вообще просто вырезали, просто по-страшному, но Америка об этом не говорит, как бы, ну, подождите, я не оправдываю американцев, у американцев тоже руки по локоть, ну, как бы, посмотрите, америкафнофобия тоже существует в мире, ненависть к американцам. один, вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, по данным израильских СМИ, разведок, я не знаю, армии и так далее, осталось где-то 100 с чем-то заложников в Газии, до сих пор, они не хотят их возвращать, вы думаете, что если бы на завтра, вот, или сегодня бы, вернули бы всех бы заложников, неважно каких, живых, мертвых и так далее бы, мы бы продолжали бы бомбить Газу, подождите, это шантаж, ну, типа, смотрите, я пришел, значит, вас ударил, а вы, вместо того, чтобы найти меня, да, отомстить, вы говорите, я буду убивать, значит, всех, кто в твоей крови, типа, подождите, нет, а мы бы бомбили, бомбили Газа, вы говорите, как будто бы, это шантаж, типа, пока не отдадите заложников, мы будем убивать ваших детей, это так звучит? А почему, а почему, вот это у меня вопрос, очень интересно, вы знаете, у меня моя родственница живет в Америке, да, ну, как мои все родственники, евреи, как обычно, все живут в Америке, она достаточно богатый человек, все у нее хорошо, закончила Гарвард, и все прекрасно, она мне говорит, вот как я смотрю, и вы убиваете арабских детей, и вы убиваете... Все евреи в Америке не поддерживают Израиль, чтобы вы понимали, ну... Я понимаю, у меня вопрос другой, вот, например, что происходит на данный момент в Америке, я не знаю, потому что я там не живу, чтобы понять, вот знаете, как в том фильме, да, не, только не говорите, чтобы понять Гитлера, типа, надо было жить в его правлении, вот, знаете, чтобы осудить Гитлера, не, подождите, чтобы осудить Гитлера, не нужно, не нужно, да, не нужно бы побывать в фашистской Германии, мы осуждаем Гитлер за то, что он делал античеловеческие вещи, то есть, он массово убивал еврейский народ, и не только, по, почему, по расовому, или по принадлежности, то есть, по цвету кожи, то есть, он, по счету, конечно, убивал, убивал цыган, и так далее, конечно, ну, понимаете, и теперь вы, которые говорите, если на немецкий язык перевести, да, сделать на немецком вот эту речь вашу, пока вы, значит, не освободите заложников, мы будем, значит, бомбить ваши города, и убивать ваших людей, ну, типа, А почему вы решили, а почему вы решили, что мы действительно бомбим их города? Подождите, подождите, 40, 40 тысяч человек, это, понимаете, 40 тысяч убитых людей, которые не заучаствованы в 7 октября, да, в этих акциях, понимаете, это, это, это что? Это, это называется... Можно я вам скажу интересную вещь, самое интересное, то есть, вы вот сейчас, это вот то, что вы говорите, очень хорошо, очень красиво, очень правильно, дело в том, что проблема в том, что это все голосованно по одной, по своей причине, потому что, когда израильские граждане, израиль вообще, как правительство, обратилась к правительству Газы, на тот момент это Хамас, и спросила, а можно, пожалуйста, получить списки о людях, которые действительно погибли, индустрикационные номера, и когда начали проверять, почему-то, просто, это как у Гоголя, да, мертвые души, людей таких вообще, в принципе, не было никогда, то есть, их просто не было, номера, не было таких людей, не было таких детей, не было такого количества, кто-то вообще эти списки, когда-нибудь проверял... Подождите, вы сейчас реально хотите сказать, что толпы трупов, да, видео, которые разлетались первые дни, конечно, конечно, видели, и в ООН видели, и в ООН, подождите, весь мир, который осудил... Единственное, что я знаю, подождите, я понимаю вашу агонию, ну... Единственное, что я знаю, израильская армия, всегда, израильская армия всегда, и это, это, это общеизвестный факт, говорит людям... Вы сейчас как пионер, 17-летний, или подросток, который переехал в Израиль, говорите, или вы тот, который уже отслужил 3 года, и понял, что Израиль, это его государство, и во имя Израиля, можно делать все, что угодно, и я буду все оправдывать, или вы трезвый человек, который говорит, да, в моем государстве тоже есть ошибки, есть правители, или чиновники, которые коррумпированы, или в своих интересах, или в экономических целях, да, приносят жертвы, как бы, да, ну... Во-первых, начнем с того, что мне очень нравится с вами общаться, потому что вы очень адекватный человек, и очень красиво говорите, это во-первых. Обычно это первое. Не, но я переживаю за всех, за евреев, за арабов, за всех. Я с вами абсолютно согласен, но проблема в том, что это ничего не оправдывает, как бы, да, вот сейчас, например, мы начали, у нас началась военная кампания с Ливаном. Мы же не воюем с Ливаном. Вы же прекрасно понимаете. Смотрите, вот опять, мы сейчас пришли к тому моменту, если бы Ливан было бы государством, как Иран, вы бы никогда не вторгнулись бы в эту страну. Понимаете? Именно... Вчера был очень сильный обстрел Ирана. Подождите, подождите, ну то, что это была ответка, там, на баллистические ракеты, да, это понятно, там взаимозначат какие-то такие эти. Но я имею в виду, что Израиль по-хамски, то есть, страна, которая не воюет, страна, которая, значит, не враждебно настроена к Израилю, вторгаться в ее суверенитет, то есть, да, и вести какие-то боевые, значит, действия с нарративом... Про Израиль, про Израиль. Нет, нет, подождите, подождите, смотрите, смотрите, Хизбалла, не Хизбалла, без разницы, вы не имеете права вторгаться в третью страну, да, без ее разрешения, да, и начинать какие-то военные, значит, там походы, понимаете, это нарушает... А вы, а вы представьте, вот в каком городе вы живете сейчас? Я не знаю, в каком городе. Чикаго. Представьте, Чикаго, прекрасно, шикарный город, очень красивый, очень европейский город, все хорошо. Представьте, что в течение определенного, неопределенного времени в Чикаго постоянно Хизбалла обстреливают. Вот и вы живете при таком этом... Сколько вы думаете, это может... Смотрите, Смотрите, Хизбалла... Почему никто не говорит о том, что города, северные города Израиля полностью эвакуированы? А почему вы по отношению к Ирану не начинаете военные действия? Равноправных, значит, вот для вас это как бы, да, сильный соперник. Почему вы не начинаете, если к вам прилетают баллистические ракеты, тут Хизбалла вам пукалки кидает, которые вы в два счета сбиваете, он не наносит никакого урона. Вы вторгаетесь в чужое государство, а Иран, который нанес вам урон... Я вам расскажу. Смотрите, хорошо, подождите, смотрите, аргументирую, аргументирую. Иран спонсирует и Хизбаллу, и Хамас, как вы говорите, антиизраильские вот эти ячейки. Так что вы не начали сразу военную операцию, да, не вторгаясь в Иран и не ликвидировав правительство, которое спонсирует все эти группировки? Почему вы выбираете слабые страны, да, которые не могут себя защищать? То есть, понимаете, это то же самое, что сказать, твой муж, подождите, это сказать женщине, твой муж, мой враг, и поэтому я буду тебя избивать. Обратили, потому что мы сейчас воюем с теми, кто наносит на данный момент. ваш главный враг это Иран, и вы точно понимаете, что Иран спонсирует все эти группировки и ячейки, но вы не можете осмелиться и сказать, ребят, ни при чем здесь Ливия, ни при чем здесь Ливан, Емень, а самый главный враг это Иран, и мы идем, значит, войной решать вопросы с Ираном. вы же понимаете, что если вы решите вопрос с Ираном, все, все затихнет. Зачем вам с нарративом якобы Хизбалла, Хамас, это какие-то группировки, босоногие, против Израиля, это даже не армия, это просто какие-то террористы, которые спонсируются. Давайте не забывайте, я понимаю, я понимаю, к чему вы говорите, вы абсолютно, я с вами согласен, вы правы. Дело в том, что проблема, не забываем, что мы сейчас ведем военную кампанию в две стороны, то есть, да, юг и север, и мы ведем сейчас... Подождите, вы против Хизбаллы считаете, это военная кампания? Вы реально сейчас говорите, что ваша армия типа воюет прямо с Хизбаллой, воюет с Хамас? Вот, послушайте, вы просто не даете мне сказать, несколько дней тому назад взорвали очень сильные туннели со стороны Ливана, очень громадные, так что даже наши сейсмические эти зоны... Да, взрывайте, не взрывайте, вы же осудительный человек, подождите, эти туннели будут заново рыться, заново все будет делаться, пока есть Иран, вы же понимаете, я вам прямой вопрос задаю, почему вы, если вы такие уж сильно любящие свою страну, значит, переживающие за всю трагедию, которая происходит, и вы знаете, откуда источник, так, почему, Израиль не хочет, Израиль не хочет воевать с мирными жителями и гражданами Ирана. А, а вот Газа можно равнять, значит, да, за Иран, можно Ливию равнять за Иран, то есть, все кто... Гази, обратите внимание, что Гази предлагали шесть раз со стороны ООН стать сувенилилитетной страной, они отказались, почему? Почему? Смотрите, я вам объясняю, смотрите, я вам объясняю, потому что вы, те территории, которые оккупировали у палестинцев, 48-й год, подождите, 48-й год. А почему вы решили, что мы их оккупировали? В смысле, конечно. Каким образом? Вот таким образом, ну, с нарративом, что у вас война была с арабами, вы почему-то взяли и оккупировали палестинские земли, ну. Подождите секунду, кто на нас пошел первой войной? Мы на них... Подождите, на вас пошли арабы, ну, вы на арабов не идете, вы идете на палестинцев, этих бедолаг, ну. Подождите, подождите секунду, я вас перебью. Да, как же британцы все красиво подстроили, знаете, для вас. Не, ну, что почему? Значит, смотрите, они, значит, курируют ИГИЛ, они курируют, значит, Хамасы всякие, значит, Хизбалу, да, что подождите? я хочу вам просто рассказать. конечно. Просто я вам объясняю, что эти группировки не исчезнут, пока они вам выгодны, ну. Не, ну, вы все равно сейчас говорите о шестидневной войне. Да, любая, любая война, которая за 72 года происходит, она происходит не просто так, потому что это выгодно, понимаете, американцы, вот смотрите, Израиль, я не беру в счет, американцы и британцы, и ЦРУ, и Ми-6 давно могли бы разобраться с террористическими ячейками, да, которые угрожают, значит, Израилю. Хизбалла, Хамас, то есть, да, которые сами же израильтяне с подачи, значит, британцев создавали против этих же палестинцев, понимаете, против этого, значит, правителя Палестины, понимаете, и я вам говорю, что с этими группировками давно могли бы разобраться, но эти группировки нужны, для чего? Так, сначала они делают какой-то акт, значит, да, агрессии, жестокости, а потом вы там берете и руки развязаны, вы начинаете, значит, ровнять там всех и брать те земли, которые вам выгодны, понимаете, и потом объяснять, 7 октября, помните, да, мы имеем право, значит, вторгаться в Ливию, 7 октября, помните, это не вы придумали, это американская система, 11 сентября, помните, да, мы имеем право Ирак разбомбить, 11 сентября, помните, да, мы можем 20 лет, значит, бомбить афганцев, но Бен Ладен окажется в Пакистане, а Пакистан это ядерное государство, поэтому мы туда аккуратно зайдем, уничтожим, значит, Бен Ладена и уйдем, а афганцев можно просто утюжить и бить, 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 значит, мне это выгодно, точно так же, вы вместо того, чтобы 100 человек, там, заложников спасать, значит, проводить точечную операцию по выявлению, нет, лучше вы разбомбите всю газу, потом вы вторгнетесь в Ливию, потом вы с Ираном покидаетесь ракетами и скажете, все, на этом, на этом мы стопе, типа, зачем нам война на Ближнем Востоке, понимаете, у меня мага, мага зовут, Магилай, послушайте, если вы пришлете мне свой личный взвод, я вам пришлю, как происходит война в Газе, подождите, у меня, я, подождите, я сам семит, я сам семит, не надо мне присылать никакое, я обо всем в курсе, я знаю, и я вам говорю, что антисемитизм сейчас зашкаливает даже среди евреев, то есть евреи, которые не живут в Израиле, осуждают Израиль, за то, что она себя ведет, негуманно, почему осуждают, потому что Израиль, который, значит, светское государство, это не еврейское государство, это светское государство, но которое, значит, берет символ еврейской веры, понимаете, да, звезду Давида, на свой флаг, и начинает, значит, детоубийственные действия, очерняя еврейский народ, понимаете, что делает Израиль, да, что делает Израиль, Она специально искусственно сеет антисемитизм в мире, понимаете, а почему, знаете, потому что сионистам это выгодно. Завтра опять все грехи и все вот то, что происходит сейчас в мире, опять повесят на еврейский народ и скажет, во всем виноваты евреи. И знаете в чем? Вспомните, что делал Израиль. Сегодня вы, заключив договор с американцами и с британцами, сильны, но завтра, если вас сольют, понимаете, на праве сильного, завтра на праве сильного, вот придет какой-нибудь Гитлер к власти, и он обретет силу, и он скажет, вы помните, что делал Израиль? Да, теперь я имею право, значит, убивать любого еврея, которого я поймаю. И тогда мир скажет, ну, наверное, Гитлер прав, что во всех бедах виноваты евреи, понимаете? Вот для этого и делается, значит, все вот эти проекты и по сознанию государства Израиль, и потому что эти ячейки бегают вокруг Израиля, понимаете? Я понимаю, я понимаю, я хочу вам только ответить. То есть, по вашему мнению, значит, так как вы рассуждаете, должно было существовать и Хамас, и Хизбалла, и все, что они сделали, вы должны просто молчать. Вы же прекрасно понимаете, что ИГИЛ – это не ислам, правильно? Не, оставьте ИГИЛ. Да, Хамас, Хамас – это не палестинцы. Ну, что вы начинаете вот эту вот чушь нести, что Хамас – это палестинцы? Нет, Хамас – это определенная группировка, которая финансируется, да, и вооружается без, смотрите, без разрешения МИ-6 и ЦРУ. Да никто бы не дал им, значит, рыть эти тоннели, ни в Ливии, ни в Газе. Без ведома спецслужб, да, вы думаете, что спецслужбы мира не способны выявить, откуда оружие, кто роет ямы, кто финансирует. Этот Иран, бедолага Иран, который живет под санкциями, понимаете? Я с вами абсолютно согласен. Вот, поэтому я вам говорю, что антисемитизм сеют специально руками государство Израиль, да, и я уверен, что это еще через лет 10-20 оно будет все разрастаться и разрастаться, потому что люди легендами будут рассказывать. Вы понимаете, как о фашистах рассказывали, значит, каждое десятилетие оно обрастало все больше и более ужасными страшилками, да, чем было на самом деле. Точно так же все, что сделает сейчас Израиль, оно будет еще более-более приукрашиваться, да, годами. И тогда вы увидите, что через 50 лет будут слагать, значит, всякие рассказы о том, что Израиль, израильтяне высокомерно, считая себя богоизбранным народом, могли убивать детей, могли убивать стариков, женщин, понимаете? И все это будет с нарратива антисемитских подач. И тогда от мира вы не ждите каких-то благосклонностей, чтобы потом относились люди к евреям, да, как полагается, значит, по-человечески, понимаете? И я же вам объясняю, что все евреи, которые не живут в Израиле, они все понимают, что сионисты сегодня, используя государство Израиль, да, порочат еврейский народ. Вот, еврейский народ, это замечательный, благочестивый, богобоязненный народ, я имею в виду иудеи, которые не кровожадные, они не детоубийцы, они не за то, чтобы в мире были войны, понимаете? Но никто их не слушает, и все светские, значит, отреченные, отреченные. Я понимаю, о чем вы говорите, я могу вам сказать на личном примере, как бы, да, вы прекрасно знаете, что евреев никогда никто не любил, любить не будет, поэтому ничего нового. А потому что сионисты всегда использовали, всегда использовали, правильно, поэтому я вам говорю, что очередная подстава, ну, понимаете, смотрите, я вам объясню, такую логику, семитские народы, арабы и евреи. Из арабов, значит, мусульман делают, значит, этих террористов, это вот средневековые варвары, а из евреев... Из арабов и мучеников. Подождите, подождите, вот два этих народа братских, да, которые жили в мире, всегда жили в мире, каждый еврей знает, да, который, ну, жил в этих землях до создания государства Израиль, что всегда жили в мире. Даже в арабских, вот как нынче сейчас называется, Саудии, да, там тоже жили евреи в мире, в мире с мусульманами, то есть им нечего было делить, ни в религии, ни в философии, то есть, да, в понимании, там, уверовав в одного единого Бога, то есть можно молиться в синагоге для мусульман, евреям можно молиться в мечетях, понимаете? Конечно, вот, ну, поэтому, знаете, в вас, конечно, просыпается вот этот вот патриотизм, который вам внедрили, но со стороны, если наблюдать, то вы как человек 17-летний, который уезжал с Риги, да, вы все прекрасно понимаете, поэтому я в ваших глазах вижу доброго человека, который не относится с вот этим оправданием, да, к жертвам, которые, значит, в Палестине, эти дети, то есть я уверен, что вы видите и тоже печалитесь и переживаете за этих людей, я уверен, ну. Ну, вместе с ним мы, а израильский, израильский народ, мы даем им гуманитарную помощь, очень большую и сильную. Ну, не все, вот есть фанатики, которые, ну, вообще просто, понимаете, ну, я поэтому говорю, вам тоже всего хорошего, миру мир, пусть будет мир во всем мире. Не, ну, понятно, что он сейчас, находясь в Израиле, да, не может на 100% поддерживать меня, но видно, что в сознании, да, он прекрасно все понимает.